Здравствуйте, с вами Александр Безделов и коротко о текущем политическом моменте. Федеральные СМИ и политические телеграм-каналы продолжают освещать деятельность нового генерального секретаря партии и власти Владимира Якушева. Бывший теменский губернатор твердой рукой наводит порядок в центральном аппарате партии, где за месяц его работы уволились сразу несколько руководящих сотрудников. Первый зам предцентрального исполнительного комитета, руководитель аппарата и начальник информационного управления. А сразу после единого дня голосования партия власти под руководством нового секретаря генерального совета начнет готовиться к выборам в Госдуму, которые состоятся через два года. В общем, в очередной раз Владимир Якушев показывает себя как сольцерменный и эффективный руководитель. И в этой связи большой интерес вызывает вопрос о том, покинет ли он пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе и, соответственно, переедет ли в Москву. Напомню, его предшественник Андрей Трубчак также совмещал пост второго человека в партии власти, но уже с должностью первого заместителя председателя Совета Федерации. И вот по этому поводу до сих пор не прекращается дискуссия в федеральных СМИ. Некоторые из них считают, что он станет сенатором и даже предполагают, что регионом, который его выдвинет, будет именно Тюменская область. Другие считают вполне реальным совмещение поста в партии власти и нет причин переходить на другую должность поста полномочного представителя президента. И в последнем есть логика. Дело в том, что если говорить о возможном переходе в сайт Федерации, то не очень понятно, почему именно на работе в этом органе федеральная пресса сейчас зациклась. Единственный аргумент за эту версию только тот, что прежний генеральный секретарь партии власти Андрей Трубчак занимал такую должность. Но это совершенно не обязательно, так как нигде не закоплено, а просто единичный случай и совпадение. И практика показала, что Владимир Якушев не испытывает затруднение совмещения двух должностей. По крайней мере за прошедший месяц он не только активно взялся за преобразование в новом месте работы, но и продолжил активно работать в Уральском федеральном округе. Иными словами, совсем не факт, что полпред покинет свой пост в обозримом будущем. А если такая необходимость в смене дислокации все-таки возникнет, то совершенно не обязательно, что это будет Совет Федерации. Ну а если говорить о международных новостях, то темой, которая традиционно приковывает всеобщее внимание, без сомнения, являются выборы президента США. За эти отношения мы, что называется, переживаем больше, чем за свои. Там нам, ну и не только нам, а всему миру, отвечают с рвением сценаристов хорошего сериала. Что не серия, то неожиданный сюжетный поворот, заставляющий с нетерпением ждать финала. То против Дональда Трампа вдвигают обвинения за обвинением, а только ему удастся отбиться от них, как на него уже совершает покушение человек, с мотивацией которого все очень запутано. Но кандидат в президенты жив-здоров, но тут резко задает по состоянию здоровья его главный оппонент, действующий президент Джо Байден. И вот теперь, после очевидного беспрецедентного давления прессы, спонсоров демократической партии и ее функционеров, Джо Байден все-таки отказался от участия в президентской гонке. Но от этого понятнее в этих выборах ничего не стало. По словам самого действующего президента США, от участия в выборах он отказался для того, чтобы передать эстафету молодому поколению. В своем телеобращении к нации он сообщил, что, далее цитата, «Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки, все это заслуживало второго срока. Но ничто, ничто не может помешать спасению нашей демократии, в том числе и личной амбиции. Поэтому я решил, что лучший способ двигаться вперед – передать эстафету новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию». И в этом же телеобращении он опять высказался в поддержку кандидатуру Камалы Харрис, которую на данный момент занимает пост вице-президента США. В выборный штаб Байдена сразу же сменил после этого обращения название на предвыборный штаб Харрис. И тут небольшое лирическое отступление относительно процедуры выдвижения партийного кандидата в США. У избирательной системы этой страны нельзя просто захотеть выдвинуться от ведущей партии, которых, как мы помним, две – республиканская и демократическая. Чтобы партия выдвинула какого-либо человека своим кандидатам, необходимо пройти через предварительные выборы, на которых члены партии во всех штатах, либо на прямом голосовании, либо на собраниях, выбирают из нескольких кандидатов. И за того кандидата, который победил на праймерис в конкретном штате, и будут голосовать на национальном итоговом съезде партии-делегаты от всего этого штата. Всего на съезде демократической партии, которая выдвинет кандидата в президенты, будут принимать участие более 3900 делегатов. И только три из которых по итогам праймерис не представляли Джо Байдена. То есть он практически победил на всех территориях, где выдвигал свою кандидатуру на предварительных выборах. Правда, нельзя сказать, что эти выборы были очень уж напряженными и непредсказуемы. Его конкурентом был не очень известный предприниматель Джейсон Палмер и писательница Мариана Уильямсон. Судя по тому, что она набрала ноль делегатов на будущем съезде, тоже не очень известная. И вот теперь, после того, как Байден взял самоотвод, съезд демократической партии, которая участвует работу 19 августа в Чикаго, будет открытым. То есть делегаты, которые должны были голосовать за Байдена, по результатам праймерис, теперь будут изъявлять волю самостоятельно. Кандидаты на номинацию президента США от демпартии сначала должны будут заручиться поддержкой определенного количества делегатов в съезд, для того, чтобы их включили в список для голосования. И потом весь съезд слушает их программы, в перерывах между которыми плетутся интриги и ведутся подковерные игры. А вот потом голосование, которое и определяет победителя. И только тогда он становится полноценным кандидатом в президенты США. То есть формально не факт, что именно Камала Харрис, поддержанная Байденом, станет кандидатом в президенты от демократической партии США и соперником на будущих выборах Трампа. Например, на одном из таких открытых съездов демпартии, который проходил 100 лет назад, потребовалось проводить голосование 103 раза для того, чтобы определить кандидатов в президенты. Но это формально, а на практике, скорее всего, вице-президент Харрис станет кандидатом от демократов без особого труда. Уже сейчас практически все ведущие, лидеры демократов и их спонсоры поддержали ее кандидатуру. А количество делегатов съезда, подписавшихся в ее поддержку, составило почти 3000 при необходимых 1900 голосов для победы. И это когда до голосования еще почти целый месяц. В ее поддержку высказались, например, проводник идей партии в Голливуде, актер Джордж Клуни, а также Билл и Хиллари Клинтон. Американская пресса пишет, что только Барак Обама не поддержал выдвижение Камала Харрис, так как якобы считает ее неспособной выиграть выборы у Трампа. Правда, публичный бывший президент Обама ничего не говорил, это мнение приводят журналисты со слов неких источников. Между тем, Трамп уже назвал Камалу Харрис самым некомпетентным вице-президентом и сказал, что она стоит за каждым провалом Байдена. Пресса также сообщает, что в характеристике, данной Трампом Камале Харрис, также присутствовало и слово «сумасшедшее». Она тоже не осталась в долгу и заявила, что когда работала генпрокурором штата Калифорния, то имела дело с преступниками всех мастей и видела вот таких, как Трамп. Тоже так себе характеристика. Ну и если объективно, то, конечно, чернокожая женщина-прокурор Камала Харрис вполне имеет шансы стать страшным сном Трампа. За два дня с момента объявления о выдвижении своей кандидатуры на ее компанию пожертвовали 100 миллионов долларов. Скорее всего, ее в день выборов поддержит большая часть молодежи и женщин. Это вдобавок к темнокожим и испаноговорящим избирателям. Ну а вообще, компания бывшего президента Трампа в том числе была заточена на немощь и недееспособность Байдена. Теперь же все поменялось на 180 градусов. Трамп старше соперницы почти на 20 лет, ему 78, а ей 59. То есть старик, перед которым маячит деменция, теперь внезапно он. При этом Камалу Харрис считают излишне жесткой. Например, с того момента, как она начала работать в Белодоме, в ее аппарате поменялись почти все сотрудники. Они не уживались с начальницей. Кроме этого, считается, что ей будет трудно дискутировать с популистом и демагогом Трампом, который набил руку на публичных выступлениях. В общем, сериал под названием «Выборы президент США» и не думает становиться скучным, остается ждать новых поворотов сюжета. И они, скорее всего, не заставят себя ждать. Из других событий Иран станет одним из немногих государств, которыми Россия заключит договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот договор будет подписан странами в ходе саммита БРИКС в Казани в октябре. Документ, призванный повысить статус российско-иранских отношений, начал готовиться два с половиной года назад, в январе 2022 года, еще при погибшем в мае президенте Ирана Ибрахима Раиси. И аналогичные соглашения у России есть с очень небольшим количеством государств, например, с Монголией, Вьетнамом и Северной Кореей. Что будет в нем конкретно, пока неизвестно, но, скорее всего, документ закрепит более тесное сотрудничество стран в разных сферах, от военной до туристической. Правда, стоит добавить, что подготовка этого договора происходит на фоне избрания президентом Ирана представителя реформаторских сил Масуда Пазишкияна. Считается, что он сторонник нормализации отношений Ирана с Западом, поэтому будет повод проверить системных дружественных намерений новой власти этой страны. Такой была эта политическая неделя. Спасибо за внимание. С вами был Александр Безделов.